У нас сейчас, ну, скажем так, уже несколько лет мир очень-очень бурлит. Начиная с короны, мир перевернулся буквально во время короны, потом война на Украине. Были еще тяжкие события в Артисрове, как трагедия на Мироне, тоже очень непростая вещь была. И сейчас события в Симхатура, потому что это нескончаемая война с Хамасом, с Хизбулой, которая просто постоянно происходит тяжкие трагедии, последняя трагедия в Шаббат. Очень болезненная трагедия. Вопрос такой. В Эрнад Шаббат? В Эрнад Шаббат, да, конечно. Там взорвали бронетранспортер со всем экипажем, все погибли. Восемь человек. Это Эрнад Шаббат. В Рафиахе. Блохо болеется. В Рафиахе. И происходит все время, мы с одной стороны видим много-много чудес. Я вам приведу просто, я как-то все это рассказывал, просто поставить их вместе, это очень важно. Была история в самом начале входа в газу, ну полгода назад, даже больше, когда бронетранспортеры израильские, называется «Пантеры». Он «Пантеры» называется. Это просто танк, но вместо пушки, там место для транспортирования солдат. Там пришел какой-то офицер, командный пункт. Весь командный пункт в ужасе. Сейчас компьютерная связь, очень прямая. Видит на экранах, как три этих бронетранспортера пылают. В каждом из них экипажи и солдаты, 12 человек. Пылают все офицеры в ужасе. За один погибло 36 человек. История была больше полгода назад. Очень скоро выяснилось, что все экипажи, все живы и здоровы. А что произошло? Их там действительно ожидала большая засада. С ракетами против танков. И эта засада их ожидала. Но там был кто-то еще камерой засады. Был там Всевышний. Всевышний там сделал так, что первый из этих вот транспортеров... Там заглох или мотор, еще что-то другое. И он вынужден был остановиться. А за ними еще два транспортера после него. Невозможно было. Когда солдаты видели, что они застряли, а оставаться быть стоящей мишенью, это не нужно было. Они все оставили бронетранспортеры. Вышли просто из них. После того, как они вышли из бронетранспортеров, тогда в три, выпало три ракеты. На каждого по одной, по крайней мере. То есть была ситуация, когда буквально чудом спаслись три экипажа, в каждом по 12 человек. Когда Всевышний поставил поломку первому бронетранспортеру, из него остановилось еще два. И когда видели, что они стали живой мишенью, стоящей на месте, то все экипажи оставили эти транспортеры. И когда уже в них попали эти вот ракеты против танков, то это была пустая мишень. Это было где-то полгода назад, такая история. Но в последний шаббатах не произошло. Прошла вся вещь совершенно другая. То есть мы видим, с одной стороны, как священность являет много-много чудес, а с другой стороны мы видим еще одну вещь. Я не хочу... Мы видим некоторую бессильность. Я сейчас никого не обвиняю, ни армию, ни солдат. Бессильность справится с Хамасом. И более того, мы видим ситуацию, когда тяжелейшие трагедии, еще много из них, этих трагедий происходит не от оружия Хамаса, а от собственного еврейского оружия. Взрываются дома, хранят... Это был неоднократно очень тяжелый случай. Это было не какое-то... Что-то простое. И что я хочу об этом сказать? Я... То, что я вижу, что Всевышний 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 наш что-то хочет, мягко говоря. И это что-то, что он хочет, это не военная победа. Не военная победа. Израильская армия – это лучшая армия в мире, с прекрасными солдатами, с прекрасными офицерами, с прекрасным оружием. Но Всевышний ходит над чем-то другого. А просто чего? Об этом можно и нужно много говорить. Я сейчас тему полностью не раскрою. Но я хочу коснуться одной вещи. Уже несколько месяцев начали подсоединяться по еврейскому миру, понятно, еврейскому религиозному миру. Раз в месяц устраивают в разных местах молитву об окончательном избавлении. Это было в крупнейших ишивах мира, это было в Лейквуде, это было в центральных местах Торы, в Нейбраке. Это было у нас в Льосипе, происходит каждый, каждый, наверное, новоместничек происходит. Это реально, за этим, как говорится, строя напрямую не стоят телевизорно-духовные руководители народа. Это происходит, как называется, пробуждение снизу. Это поддерживают, это были великие раввины, то, что я говорю, что не поддерживают. Это происходит, как пробуждение снизу. И есть тут очень принципиальная вещь. Есть брошюра, которая должна забрать, что тут материалы, может, что-то мы переведем, поставим в Байроте с Хак. Это надо обработать эти материалы еще. И тут есть очень принципиальная вещь. с одной стороны, мы публиковали сейчас в этом последнем Байроте, это последний, предпоследний, я уже не помню, это материал Арна Фельдмана, один из крупнейших художников Тора в Америке, который написал через свое постижение Торы, объяснил события Симха Тора как послание Всевышнего к нам. Мы об этом здесь тоже много говорили, там есть некоторые вещи, которые я не говорил, но в целом мы очень много об этом говорили. И, конечно, это послание, есть много-много аспектов, чтобы мы все пробудились в Кчуве, молились незавершенность народа, чтобы тоже пробудились в Кчуве. Очень много вещей есть. Я вам скажу одну вещь. Это касается, мы так говорили на предыдущем уроке перед ШВОТ, мы сегодня упомянули, что реально не удается победить Хамас. Более того, в нашей духовной борьбе внутри народа Израиля, чтобы вернулся в наш Израиль народа Эктория, мы тоже не могу сказать, что мы сейчас очень много побеждаем. Не могу сказать. Вначале было какое-то более сильное пробуждение, но еще до начала пешеходной пехоты в Газе было сильное пробуждение, но сейчас это рутина тяжких боев, не знаю, насколько заставляет у солдат времени что-то думать и разбираться и так далее. Это вещь очень непростая, у меня нет претензий к ним, это очень тяжелая ситуация. Мы отводим к сыновей, он заведует отелением организации спасения от Сала, как скорая помощь в Новиакове. Он главный в этом, не боится него, есть много добровольцев, один из них не только люди в черных кипах есть там же другие тоже. У него есть один из его штата, он в прошлом месяце и сейчас он боевой офицер, боевой офицер религиозный. Он первый раз пришел в отпуск из Газы, он был сынок родился, был Шевамзохин, родился сын после немало лет, которых был перерыв. Он делился, как говорил Брикат Гумель в шаббат, ученица, которые происходят. Он освободился, он был запасник в действующей армии. Он был призван на 7 месяцев. Через 7 месяцев он сказал моему сыну, он старший его лет на 12-13, сына моего уже за 40, ему лет 28, он нацпорусский комрот, командир боевой роты. Это важная должность, это не игрушки, командир боевой роты, он сказал, что они в состоянии вернуться к обычной жизни. После 7 месяцев в Газе. ситуация такая, понимаете, я стараюсь молиться на суд Израиля, чтобы все вернулись к Торе. Я понимаю, что нет места ни для кого отчаяния, нет места. Но скажем так, это не в наших силах, вот что хочу сказать, это не в наших силах. Мы можем много еще делать, если большая сила нашей Торы, конечно, то, что это событие прошло в шаббат было после шаббата, неспроста. Это время, когда естественно, это должно быть так, когда отдыхают после тяжких учебов. После пенсии, когда шаббат, это опять же время, когда меньше учатся, особенно на шаббат. Это тоже неспроста. Вот, но реально изменить ситуацию, понимаете, пример, это очень тяжкий пример, это принятие закона в амбонизации шаббатников, это вещь полностью противоположная того, что должно произойти. То есть это ситуация, когда укрепляется подчинение себя оружию и отход духовных ценностей. Это ситуация войны. Это не просто я никого не виню, это не моя тема, просто мы все считаем из Израиля. Что это означает? Я объясню. Есть, мы сейчас печатаем Берут-Исхак, очень важную книгу из величайших раввинов Цфата, 500 лет назад, Мобит, книга называется Бейт-Рокин. Первая часть касается молитвы. Он объясняет, какое занимает место молитвы в жизни еврея. Человек что-то не может сделать сам, тут надо молиться. Человеку здоровому не надо молиться, чтобы он смог подняться по лестнице. А человек, парализован, и не может ходить, надо об этом молиться, чтобы подняться по лестнице. вот мы видим, что сейчас мы не можем победить зло в двух его аспектах. Зло духовное и, по-настоящему, также зло материальное. Ситуация очень непростая. Очень непростая ситуация. И именно эта ситуация, когда мы видим, что мы не можем, мы не можем, это то, что должно нас побудить в молитве об избавлении. И это то, что народ Израиля уже пробудился уже несколько месяцев, организуются эти молитвы в разных местах. И тут у меня есть очень важные материалы, я еще в них все еще не пришел. Есть тут слова наших великих мудрецов прошлых поколений, в частности Хатамсойфера, который говорит, что нам необходимо молиться о трех вещах. О возвращении в этот мир Царства Всевышнего, чтобы народы мира и в особенности наш народ зануд принял царство Всевышнего, возвращение царя Давида и восстановление храма. Это три вещи, которые и я скрыл просто себя еще одну вещь. Я собираюсь частично публиковать Брат нам нам часто нужны новые молитвы, новые пробуждения, потому что старые мы уже привыкли, уже не пробуждают. но наши молитвы полны молитвам окончательного избавления. Это шмонайсеры. Мы просим возвращения к Толю, возвращения от Чуве, просим о собрании Израиля в Ратисрае, имеется под властью Всевышнего, а не наоборот. Просим о возвращении в Иерусалим, среди Иерусалима. Что такое средство Иерусалима? Не имеется в fait к Kn vortex и не знаю, и вот мост при в Еерусалим. Не имеется в もの средство но храма и средств то есть святости Иерусалима. У нас есть Кадиш, и с точки зрения, что весь Кадиш говорит о тщательном избавлении. Но мы привыкли не очень обращать внимание на то, что мы слушаем, когда его говорят. А тем более, люди говорят, что это очень быстро, очень невнятно, и просто невозможно о последних что говорят. И это, знаете, я знаю, я с ним знаком. Это большая война научить себя вникать в слова Кадиша, который до этого к этому не привык. Я помню, когда у меня были годы траура по маме и по папе, я молился и говорил Кадишу ежедневно. Вдруг открылась молитва, которая вообще не понимала ее величия до этого. Это, знаете, эти должные намерения должны быть в Кадиша не только у того, кто его говорит, а тот его слушает, слушает. Всегда была одна причина, почему мы тоже здесь, когда был здесь Минян, мы тоже сделали Кадиш. И вспомните такую вещь. Поэтому, короче говоря, нам всем необходимо укрепить себя в ожидании исправления истинного ради освящения имя Творца и искать способы всех, которым побудить. И, в частности, постараться почитать наши постоянные молитвы и остановиться хотя бы в тем местах, самое важное в Шмана Исры, это первая браха. Внимательно ее, с душой ее прочесть. А потом есть просьбы. Вот просьбы, которые касаются чувы и избавления. Надо обратить внимание на это. И верить с душой. И дай Бог, чтобы Всевышний услышал наши беды, наши боли и наши молитвы. И скоростью достойность прихода Мащеха. И окончательного избавления. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok